Тяжелейшая игра для нас здесь на выезде. Енисей дома играет очень хорошо. В этой игре в нападении были очень сильны. Но все-таки мы очень старались. Мы выиграли подбор против такой атлетичной команды. И в четвертой четверти мы смогли отыграть эти очки и выиграть в конце. Я очень горжусь своей командой. Пожалуйста, вопросы к главному тренеру Супер Меха. Из-за Бриска в четвертой четверти играл мало, только в конце вышел. Чем было такое решение? Просто такая ротация у нас. Было 9 игроков, стало только 8 игроков. Была такая ротация. Я думаю, у нас все хорошо получилось. Без него на площадке мы сумели сократить разрыв. Даже, может быть, сравнять счет. И все получилось неплохо. Бранко Меркович, он уже не первый раз убивает своими бросками ИДС именно в Красноярске. Несколько раз было можно считать специалистом по ИДС именно такими бросками в концовках. У него очень большое сердце. Он очень хотел выиграть. Может быть, нам не давали бросить. Наверное, защита Енисея была хорошая. Но мы забили 20 штрафных. Это нам помогло выиграть игру. Насколько вообще довольны нападением команды? 91 очко. Нападение, все в порядке. Защите надо лучше играть в этой лиге. Обидное поражение, но заслуженное. Играть надо 40 минут, а не 35, а не 32, а не 33. А мы отыграли сегодня 35 минут, может быть, с ошибками, но достаточно старательно. И 5 минут мы практически перестали играть. К сожалению, к этому моменту на площадке находились все лучшие игроки. Поэтому результат закономерен, когда ты играешь не все время, а только часть его. Наверное, все. Пожалуйста, вопросы. Ранка Миркович, Красноярский. Мы все бывали за 5 минут, Красноярский, 3-й или 4-й раз. Как-то разбирали в конце концовки? Давай, Парсаш. Вы же видели по игре, что мы против Мирковича ставили высокого защитника Комиссарова. Мы не можем изменить за один день защиту. А у нас на подготовку была одна тренировка. Когда мы говорим «разбираем», мы разбирали. Мы показали на видео, мы показали на тренировке, как это надо делать. Специально ставили высоких защитников. Мирковича не держал Даудл. Но забил нам Миркович как раз Даудлу в проходе, когда мы могли еще получить один фол. Это на бумаге можно в тренерской мысли очень быстро взять и за одну тренировку нарисовать, как нужно защищаться. На самом деле, когда есть одна тренировка, игрокам еще надо восстановиться, не так легко. Практически это очень тяжело сделать. Соответственно, Миркович всю игру практически с ним справлялись. Не справились в концовке. Поэтому я и сказал, что нужно играть все 40 минут, а не 35. Насколько довольны Артемом Комиссаровым? Со своей задачей он справился? Ну, что Комиссаров как раз справился со своей задачей. Во всяком случае, он вышел и сделал то, что от него просили. Может быть, мог сделать и лучше, но тем не менее, роль для него непривычная. Он ее делал и делал хорошо, и помимо этого еще смел помочь в нападении. Сегодня у нас претензия высказывали Виталию Людьевичу, они писали защиту? Я каждую игру высказывал Виталию Людьевичу претензии по поводу защиты. По поводу самых элементарных вещей, которые игрок должен выполнять. Во всяком случае, игрок, который хочет играть на его уровне, на уровне сборной страны, там, национальной Белоруссии, на уровне топовых команд каких-то, или хотя бы команд Лиги ВТБ, там, среднего звена, игрок должен относиться к защите более качественно, в самых простых вещах разбираться. Потому что баскетбол состоит не только из нападения. Как научить игроков попадать вверх и не учить из-под кольца? Ну, учить нельзя это. Они должны это забивать. Мы же понимаем, что Брайму забивает из-под кольца и может забивать. А в игре с литовцами он не забил из-под кольца. Открытый бросок смазал Гудумак, который... И потом дал себя накрыть. Это же все на уровне опыта, да? Игроки играют на рефлексах уже в такой ситуации. Мы находимся в тренировочном режиме. Через три дня на четвертая игра. Все, что мы можем сказать, показать, это все на одной тренировке в течение двух часов. Если вычесть разминочное время подготовительное к работе, то получается, что на всю тренировку уходит минимум времени. Соответственно, здесь работает уже качество инстинкта игроков. То, что они наработали с годами, да? Не назовешь его неопытным игроком Гудумака или Браймо. Гудумак прошел хорошую школу. Он должен был забивать этот мяч, должен был не давать себя накрыть. Или Хиллер, который... Его нельзя назвать молодым игроком, да? Который идет и бьет там абсолютно свой бросок. И нам все нравится, когда он их забивает. Как ты его научишь? Его поздно уже учить. Он делает то, что он умеет. Или мяч из аута выброшенный из зиг. Точно так же можно задать вопрос, как научить игроков выбрасывать мяч. Как можно научить Дауделла выбрасывать мяч уже из аута? Он выбросил его так, чтобы его поймать никто не смог. Посмотрите, Калев хорошо двигает мяч по периметру. Миркович забивает сам и очень хорошо раздает. Сразу же находит страховку. Поэтому эта идея работала. Да, мы могли проиграть что-то внизу. Но это была просто борьба. Ее нужно было выигрывать. Ее нужно было бороться. В принципе, мы ее не проигрывали. Три четверти у нас все получалось. Значит, идея была правильной. И могли и дальше это все сделать. Так, как договаривались, если бы делали. Поэтому я и был недоволен люточинку. Не только защитой, но и нападением. Потому что два в один надо было реализовывать. Конечно, мы получили три атаки, которые могли бы показать эту одну атаку, которую забили. Одну Захаров потерял. И три атаки мы должны были забивать точно так же два в один. И об этом команда знала, что она должна была делать. Я уж не беру глупость, когда потеряли мяч и своего кольцо выкинули. И забили. Это была еще одна атака. Вот шесть очков, которые как минимум могли в концовке добрать. Или шесть фолов. И об этом знали все. А сделали вот так. Травма колена и связок боковых. Он находится на реабилитации. Еще, я думаю, что недели две-три, как минимум, мы его не увидим. Прежде всего, не хватает в команде лидера, игрока, который можно взять на себя. Но этот лидер должен быть в позиции первого-второго номера. Игрок, который может сам создать и создать другим. И самое главное, что он должен уметь забивать. Лайонс на протяжении нескольких чемпионатов был в топе по забитым мячам. И поселение Мейерсом, например, пришло к нам на пользу. Игра изменилась, да? Команда стала играть лучше. Я могу сказать, что все последние игры мы сыграли, может быть, не всю игру, но достаточно хорошо. Команда сражалась. У нас были ошибки, мы что-то проигрывали, но команда играет по-другому. Чуть-чуть не хватает. Вот этого чуть-чуть не хватает. Агрессии с периметра не хватает человека, который может взять на себя, обыгрывать в трудную минуту. Поэтому выбор пал на Лайонс. Надеемся, что это принесет результат свой. А когда вы сегодня с командой? Зависит от того, как быстро будет оформлена виза. И мы надеемся, что к следующей игре он будет здесь. Но у него тоже пройдет неделя, еще надо понимать, в какой он приедет форме. Потому что он сейчас совершает перелет из Турции в Хорватию, там оформляет визу, потом летит сюда. В общем, это все не так легко. Кто будет его выпустить с листа? Посмотрите, у меня время на решение. Будет одна вечерняя тренировка. Он в 10 утра в лучшем раскладе прилетит во вторник. Это значит, что он будет не спать всю ночь. Вечером у нас во вторник будет тренировка, а в среду игра. И утром будет бросковая тренировка. Вот здесь моя задача угадать, выпускать его или не выпускать. Ну а сам его стиле игры, насколько он игрок может играть? Простые какие-то вещи без наработки, комбинаций, без индустрия, может быть от него ползай. Но в таком плане, что где-то индивидуально какие-то простые комбинации, выйти через заслон, забить. Пик-ин-ролл, пик-ин-поп какой-то простой, что позволить ему в первом же матче без единого представления команды. Какой-то пользу переносить? Трудно сказать, почему. Потому что специально под него упрощать игру, он ни одного партнера не знает. Ни с одним из них не играл рядом. Не знает ни одного взаимодействия. Можно, конечно, на пальцах нарисовать на газете или на тренерской доске, что нужно вот здесь сюда бежать, а здесь сюда. И как действовать в защите. И неизвестно, хорошо он сыграет или нет. Есть люди, которые понимают все без вопросов. В моей жизни попадались игроки, которым то, что мы сейчас не можем... Две разные вещи, например. Я уже об этом говорил. Что были игроки, которые играли в моих командах и абсолютно не требовалось даже переводить, что надо делать. Потому что они понимали, что если стоит зона, то надо играть вот так. Они один раз видели взаимодействие и принимали общую идею. И набирали с этого очков и помогали всей команде. А есть варианты, когда полгода не можешь одно и то же взаимодействие в два движения выучить. Не хватает у игроков понимания, как это сделать и для чего. Мы же сегодня, например, получили абсолютно необязательные трешки, да, там, когда говорили о том, что все играют ДН из-за получения, никто не страхует. И все равно находится тот, кто вдруг решил. И он объясняет эту ситуацию просто, а я подумал. А я вот подумал, что мне надо туда пойти. Тебе восемь раз сказали перед этим, что тебе туда ходить не надо. Поэтому сложно сказать, насколько Лайонс будет готов, да. Потом надо понимать, что игрок прилетит, он здесь был один раз. В течение нескольких часов, ну, так скажем, да. И у него будут сразу проблемы и с квартирой, и с тем, и с тем, и в общем, в каком он будет состоянии, непонятно. Все зависит во многом от игрока. Увидим, спросим. Вообще такая спорная ситуация. Сильный защитник. Сильных защитников очень мало. Все сильные защитники, они в топовых клубах. Люди наперечет. Хиллер сильный защитник или нет? Когда хочет, он хочет защищать. Вот ответ на все вопросы. Когда хочет. Сказать, что мы не мотивируем, что мы сидим и говорим, а, не надо защищаться. Сегодняшнюю игру не защищаемся, но такого же нет. Защиты все отыгрываются на тренировках. Иногда игрок защищается, старается и делает по максимуму. Если бы Раймов в прошлом году защищался, то он защищался. А если он в этом году не защищается, то он сильный защитник или слабый защитник? Или он не умеет, или что с ним происходит? Или у него в голове какие-то проблемы? Если сегодня, например, на смене его обыграли. Тот же Миркович. Его специально выпустили, только для того, чтобы он не дал себя обыграть. И сразу же получили два очка. Притом в проходе. Вот и вся защита. Человек, который на две головы выше и Рукин длиннее еще на 20 см. Который в прошлом году эти вопросы решал. Это была его игра, да? Это то, за что мы его любили и уважали, за то, что он делал. Что он мог в конце игры выйти, стать в смену, разменяться, забрать маленького и с ним отыграть. Не так, как это делают другие, большие. А в этом году он этого не делает. Я думаю, что мы работали. И приход Мартинса уже внес проблему для соперников. Потому что он понимает, что надо делать. Я еще раз вам только что об этом говорю. Мне хватало всегда двух взаимодействий, трех. На любом уровне. Потому что игроки, которые были в моем распоряжении, так, это ни о чем не говорит, да? Если, например, у тебя Келлинсворд играет в Урале, команда может быть и ниже лигой. А игрок 19 сезонов провел в Европе, в разных клубах. И когда я ему начинаю что-то объяснять, он тебе говорит о том, что ты тренер, я все понял уже. Что надо делать? Иногда эти игроки делают лучше, чем даже ты хочешь. Потому что им опыта хватает. Они это много раз с разными тренерами. Одни и те же взаимодействия играются по большому счету. И принципы нападения против зоны практически у всех одних. Никто ничего не придумывает. Вот и все. Здесь появился центровой, который стал ставить нормальный заслон и нормально понимать, что делать. И сразу же стало играть легче. Все те же самые взаимодействия заработали. Ничего особо нового-то мы не придумывали. Нас просто на это времени не хватает. Сейчас я не сею в несколько матчей дома. Как-то удастся в тренировочном процессе. Поменять в тренировках. А новое? Ну вот смотрите. Давайте. Я все понимаю, о чем вы говорите. Сидит для болельщиков тогда. Потому что это обсуждение. Сидишь и думаешь на диване. Давайте я сейчас поменяю все. Ну-ка. Берем тогда просто время. Распишем на бумаге. Ну одной тренировки. Вот у меня будет. Они у меня были без выходных все эти дни. Мы не имели выходных дней. Потому что мы летели. Прилетели. На следующий день поехали тренироваться. Мы прилетели в 21. В 21.40 домой попали. Пока игроки где-то поели. Выходным днем не назовешь этот день. Когда мы в 2 часа ночи вылетели. Встали. И прилетели сюда в 21.40. Не скажешь, что мы отдохнули в пути. Значит у нас на следующий день была уже тренировка. На следующий день опять была тренировка. Потом была игра. А летели мы после игры. То есть выходной у нас был 5 дней назад в Литве. Когда мы прилетели туда не спавшую ночь в 6 утра выехав с Минска. Понятно, да? А там опять была игра и опять была игра. И у меня возникает резонный вопрос. Надо дать завтра отдохнуть команде или нет после такой игры эмоциональной. Тем более закончишься неудачно, где нет подъема. Наверное надо, да? Тогда у меня сколько тренировок останется. Давайте распишем время. И я начинаю расписывать это время. У нас не было тренажерки уже там 2 недели практически. Нам нужна тренажерка? Да. Тогда посвятим эту утреннюю тренировку? Посвятим. Отдали. У нас останется вечерняя тренировка. На этой вечерней тренировке нам после тренажерки размяться надо? Надо. Побросать надо? Надо. Соответственно, сколько останется времени на то, чтобы перестроить нашу игру и как-то по-другому их потренировать? Один час. У нас игра получается, что сегодня 20-я, а следующая игра 24-го. У нас завтра выходной, послезавтра 22-го, 23-го две тренировки. Другого варианта нет. Плюс тренажерный зал. Наиграть что-то за это время мы не можем. Нам нужно разобрать моменты, что было плохо и постараться что-то подготовить под команду Израиля, какие-то вещи. Потому что игрокам надо переключиться. Абсолютно другая команда, другое соревнование. И другие игроки. И с ними тоже надо играть. Насколько, кстати, тогда еще раз в команде играет. Сколько, когда они все будут играть соперникам, которые, в принципе, быстро команда, много атакуют, но не лучшим образом защищаются. Во-первых, нам будет чуть полегче, потому что уже пройдет акклиматизация. То, что нас накрывает сегодня. Акклиматизация, такие морозы, сегодня там четвертый день, как мы прилетели, или третий. И нас накрывает этой ситуацией. И нам уже будет чуть легче играть. Попытаемся по максимуму разобрать, насколько у нас будет хватать времени, как играть с израильской командой. Кардинально мы ничего не перестроим до той поры, пока не появится окошко сборных. И потом нам надо будет достаточно быстро ввести еще одного игрока. По большому счету, что не так-то с командой происходит в плане игры? Не хватает нападения. Но мы надеемся, что сейчас добавится Лайенс, потому что сегодня практически 40% очков мы получили в транзишне. А что такое транзишн? Транзишн – это плохое нападение, нереализованное. Мы в первом тайме намазали из-под кольца, намазал Мейерс, намазал Гудумак. И все это прошло, промазал Хиллард, это те люди, которые забивают и должны забивать. Это все вернулось к нам обратно в транзишне. Окей, когда у нас появится игрок, который, мы надеемся, возьмет на себя роль лидера, или во всяком случае будет вписываться сюда, как игрок лидирующей группы, и начнет помогать с набором очков, мы сократим количество транзишна. Соответственно, мы будем пропускать чуть меньше, да, и забивать чуть больше. И мы станем на свое место, что, в принципе, проходило в прошлом году. Мы пропускали меньше, да, потому что у нас реализация была другая. Как только мы начнем реализовывать, так сразу же нам легче будет защищаться. Поэтому мы надеемся, что с приходом нового игрока, вот за счет этого, самые простые вещи, как я уже только что говорил, которые не работали, пока не было Мейерса, теперь заработали. Заработают, и остальное все заработает. И тогда, возможно, менять нужно будет какие-то мелочи, нюансы. Я не могу сказать, что команда сегодня без самоотдачи играла, да, с ошибками, но старались. И это не первая игра. И точно так же старались в Литве, и точно так же старались в Минске. Это все не простые игры, но команда старалась.